Привет фанаты Лего и любители морских приключений. Сегодня я покажу вам классную подводную лодку с выдвижной рукой, с помощью которой можно хватать и поднимать сокровища со дна моря. Подводная лодка имеет уникальную конструкцию силовой установки и три грибных винта. Здесь вы познакомитесь с работой шестеренчатой передачи и привода манипулятора. Посмотрите, как выглядит подводная лодка в сравнении с другими моделями. И несмотря на то, что этот набор является подводным транспортным средством, мы легко его модернизируем в сверхлегкий летательный аппарат с тремя движками. Знакомьтесь, 42201, Deep Sea Research Submarine, глубоководная исследовательская подводная лодка. На коробке указана информация об основных функциях модели, фотографии деталей в натуральную величину и брак склейки коробки с зазором в 5 мм. В набор входит 413 деталей, 3 бумажных пакета с номерами и лист с наклейками. Инструкция по сборке, на последних страницах которой мы видим дублирование фотографий с обратной стороны коробки и фото собранной модели. Список всех деталей. Перед тем, как я начну знакомство с этим набором, я прошу вас поставить лайк и подписаться на мой канал. Подводная лодка имеет интересные механизмы, которые заслуживают не менее 200 лайков и 7000 просмотров. При достижении этих показателей я сделаю бесплатную инструкцию, как собрать из подводной лодки вертолет. Поэтому не скупитесь на лайки и комментарии. Все ваши простые действия продвигают видео на YouTube, а значит о нем узнают как можно больше людей. И для меня это очень хороший стимул выпускать все больше и больше новых видео. А это яркий пример того, как упорный буртик ограничивает осевое перемещение вала шестерней. В этой простой конструкции ось не сможет продвигаться сквозь шестерню и помешать вращению кардана. Этот интересный механизм не содержит редких деталей, он состоит из обычных шестеренок и осей. Но простота конструкции как раз и есть уникальной особенностью этого привода грибных винтов подводной лодки. А главная особенность это черная балка. Это тяга, благодаря которой грибной вал может поворачиваться в вертикальной плоскости, вращаясь вокруг своей оси. Важную роль в этой конструкции играет карданная передача. Но у кардана есть свои ограничения, он не может передать вращение на угол 90 градусов. В любом случае, получить опыт сборки с карданной передачи на такой маленькой модели это достаточно круто. Эти синие втулки являются ограничителями. Они обеспечивают бесперебойную работу карданной передачи в допустимом диапазоне угла наклона оси. Контрольная проверка правильности работы механизма в конце первого этапа сборки. На втором этапе сборки при установке декоративных панелей обращаем внимание на эту красную пимпочку. Она является упором и ограничивает перемещение панелей вовнутрь. Все кто занимается самоделками, берите эту идею в копилку своих знаний. А вот это образцово показательный вариант исполнения ХОК. Устройство, которое применяется в большинстве моделей Лего. Но не во всех оно сделано качественно. Красные соединители это детали, которых никогда не бывает слишком много. В этой модели они сыграли важную роль в создании клешника-манипулятора. Очень крутой механизм, состоящий из простых вещей. Смотришь на него и не к чему придраться. Все работает идеально. Любая, даже незначительная деталь, играет важную роль в работе этого замечательного устройства. Например, вот эта красная пимпочка. Возможно, я так и не пойму, для чего она здесь находится. Мне, конечно, эти мелкие красные полупины очень нужны. Они выполняют важную роль при соединении деталей системы с техническими. Но в этом наборе системных деталей очень мало. Можно только догадываться, зачем конструктор Лего кладет в набор столько ненужных деталей. Вероятно, хочет улучшить качественные показатели и получить за это премию. Но красные полуштифты никак не влияют на работу поворота клешни. С помощью червяка вращается рычаг, который жестко закреплен на оси червячной передачи. И для успешной работы всего устройства надо соединить вот эти два пина. Черная деталь выполнит эту функцию. Она является тягой, которая передаст вращение от червяка к механизму поворота клешни. Вот по такой траектории происходит перемещение клешни относительно корпуса подводной лодки. Вращая червяк, мы управляем поворотом клешни. Посмотрите еще раз на безупречную работу данного механизма и поставьте лайк дизайнеру Лего за хорошую работу. Пройдено полпути, а мы следуем далее. Надо дополнить устройство поворота клешни некоторыми фишками. При помощи этих обыкновенных балок подводная лодка будет устойчиво стоять на полке, радуя вас своим великолепным дизайном. Не помешало бы усилий стойку дополнительными элементами. Синий соединитель здесь совершенно не нужен для обеспечения прочности. Но можно предположить, что дизайнер спрятал эту деталь для своих будущих альтернативных моделей. Для тех, кто не закончил ремонтной работы, в наборе есть шикарный малярный валик. Но мне он больше напоминает валик для прикатки фотографий на фотоглянцеватель. Напишите в комментариях, если вы знаете, что такое фотоглянцеватель и как им пользоваться. Дизайнер Лего ремонт в конторе закончил, поэтому он применил малярные валики для управления подводной лодкой. Не пропадать же добру! И я хочу сказать, что эти детали очень круто смотрятся в дизайне субмарины. А это очередная схованка. Серый коннектор и серая ось здесь тоже не нужны. Конструкция достаточно прочная и без этих элементов. Но зато есть возможность поднять цену набора с количеством деталей более 400. Но прикиньте сами, если бы в наборе было бы 398 деталей, это как-то беспонтово. А вот 413, это уже круто! Вот детали, которые делают этот набор достойным покупки. Фонарь офигенный. Пропеллеры потрясающие. Обратите внимание, что угол атаки лопастей разный. Ближе к центру он больше, а на кончиках меньше. Очень классное исполнение воздушного винта с облевидными лопастями. Но в данном наборе эта деталь будет называться грибной винт. И я не знаю, как эта прозрачная деталь обозначается в футуристических моделях подводных лодок. Но в авиации эта штука называется фонарь. В нашей модели, как и на самолетах, этот сферический купол может открываться. Но в настоящих глубоководных аппаратах этого не происходит. Характерный щелчок в конце закрытия сферического купола говорит о том, что он установлен правильно. Для настоящих подводных приключений необходима подсветка. Ведь солнечный свет не может проникать на большую глубину. Желтый цвет фар для этой модели выглядит довольно странно. Но вполне возможно, что хорошо подойдут эти прекрасные грибные винты. Точно не помешают балластные цистерны. Хотя может быть это баллоны, заполненные сжатым воздухом. Горизонтальные рули глубины и вертикальные рули направления совместно с поворотными двигателями обеспечивают маневренность подводной лодки. Сборка пустой катушки, кабель с которой закинемили матросы, завершает последний этап по строительству субмарины. Аппарат выглядит хорошо и без наклеек. Вполне возможно их не приклеивать. Более того, этот набор ценен именно тем, что в нем мало наклеек. Но на моем канале есть возможность сравнить, как выглядит подводная лодка без наклеек и с наклейками. Но вы, как и я, можете собрать модель без них, а потом при необходимости наклеить. Или сделать это сразу в процессе сборки по инструкции. Модель имеет компактные размеры и очень хорошо смотрится на полке. Серо-селедочный цвет панелей подчеркивает морскую тематику. А желтые и синие детали здесь очень уместны. Больше всего во внешнем дизайне мне понравилась эта наклейка. Когда я был ребенком, одноклассники называли меня Акулой. Несколько лет спустя я попал служить на военно-морской флот у берегов Южно-Китайского моря. Можете себе представить, что быть матросом с позывным Акула довольно круто. Главная функция модели это выдвижной захват. Он используется для подъема различных предметов. Понятно, что под видом научных исследований люди ищут сокровища и другие ценности на морском дне. И это добавляет игре интерактивности. Рука манипулятора имеет возможность складываться в транспортное положение благодаря вот этому чудесному механизму. Его техническое устройство мы подробно рассмотрели на этапе сборки. Посмотрите, как складывается рука манипулятора. Это нужно для того, чтобы после захвата предмета на дне моря его можно было спрятать под брюшком, а потом быстро-быстро смыться с места находки, пока конкуренты не заметили. Именно поэтому разработчик этого проекта продумал все до мелочей. Посмотрите, насколько компактно выглядит подлодка в транспортном положении. Для быстрого перемещения в морских глубинах подводная лодка оснащена мощной силовой установкой, которая состоит из трех двигателей. Два двигателя расположены по левому и правому борту, и один расположен в корме. Движки имеют возможность поворачиваться вокруг поперечной оси, обеспечивая максимальную маневренность. Горизонтальные рули изменяют глубину погружения подводной лодки. Гортикальные рули изменяют курс. В нашей модели есть еще одна функция. Как и на самолетах, этот сферический купол может открываться. Я не знаю, насколько прочны крепления, но нужно быть осторожным. Рычаги управления в данной модели тоже подвижные. Игровые функции достаточно примитивные. Манипулятор позволяет захватывать предметы. А подводной лодкой можно играть, перемещая ее в пространстве. Точно так же, как если бы мы играли самолетом. Наверняка поклонники наборов серии LEGO City найдут у себя множество украшений подводного мира для создания интересных историй. К недостаткам можно отнести обилие красных полуштифтов непонятного назначения. Вся модель покрыта этими бесполезными деталями. Мне так же не нравится использование красных деталей в фарах и прожекторах. В то же время хотелось бы, чтобы прожекторы могли поворачиваться. Неправильную установку грибных винтов можно легко исправить. Но странно, почему это не сделал дизайнер LEGO? Как всегда, неправильно сконструирован ХОК управления движением моторов. При этом рядом стоит ХОК образцово-показательного исполнения. Не пойму, как эти два противоположных решения могут укладываться в голове одного и того же дизайнера. Главный недостаток для меня, как для любителя самоделок, это редкий селедочный цвет панелей. Когда я покупал эту модель, я думал, что панели серые. Но если не заморачиваться с ними, как с ресурсными деталями, то этот цвет очень красивый. Непонятно, что обозначают эти белые пятна на рулях глубины. Могли бы что-то придумать красивее. Рули направления находятся в центре модели. С точки зрения дизайна LEGO, эти грибные винты расположены офигенно. Но с точки зрения правдивости, они должны быть находиться внутри кольца. Но спишем этот недостаток на отсутствие необходимых деталей. Эта недоделанная конструкция напоминает мне подставку для гладильной доски, так и хочется прилепить сюда колеса. Также мне не нравится несимметричный рисунок на правом и левом баллонах с воздухом. При этом во время игры эти детали легко потерять. В сравнении с другими моделями подводная лодка выглядит отлично. По своей офигительности она сравнима с крутым космическим погрузчиком 42-178. Да что там говорить. У них даже инструкции одинаковы по размеру. По сложности механизмов субмарина совпадает с мусоровозом 42-167. В обеих моделях есть выдвижной захват, который реализован при помощи простых деталей и примитивных шестеренок. Однозначно субмарина достойно сочетается с буш самолетом 42-198. Эти модели созданы друг для друга и являются ресурсниками для взаимной модернизации. Начнем модернизацию. Для начала нам нужно починить хок, чтобы не потерять шестеренку во время игры. Далее я изменю рисунок на воздушных баллонах. Теперь он будет зеркальным относительно вертикальной линии симметрии. Вот как было и как получилось. Несмотря на то, что красные пины на желтых фарах смотрятся хорошо, я предлагаю установить белые пины. Лично мне этот вариант нравится больше. Также можно изменить красный пин прожектора на серый. Далее я изменю конфигурацию грибного мента на правом движке. Вот смотрите, какое расположение было. А вот каким оно должно быть. Вы видите разницу? После того, как я установил на подставку колеса, меня понесло. Я увидел в этой модели не подводную лодку, а летательный аппарат. И круто, что у меня есть 42198. Запчасти от него я использовал для модернизации подводной лодки футуристический самолет. Даже мой чувачок смог посидеть в кабине пилота. А если будет много лайков под этим видео, то я сделаю подробный обзор на этот прекрасный самолет схемы утка. Посмотрите, как он выглядит в сравнении с другими моделями, являясь украшением среди космических наборов. А рядом с тачками он просто офигенный. Кстати, вот так подводная лодка является ресурсником для модернизации самолета. Эти детали могут служить дополнительными топливными баками. Иное, как боеприпас с кассетной боевой частью. На мой взгляд, авиационная самоделка удалась и заслуживает лайки. Да и вообще, создается впечатление, что дизайнерам Лего была поставлена задача сделать вертолет или самолет. Но поскольку по срокам не уложились, то предложили шефу классную идею сделать из летательного аппарата подводную лодку. Предварительно обработав напильником. Нацепили манипулятор и сказали, что это будет капец крутая субмарина. Идея наколоть шефа удалась. Подводная лодка получилась крутая. Подписывайтесь на мой канал, жмите лайки и пишите комментарии. До встречи в новых видео. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok